Аграрный сектор Создать эффективную систему хранения, транспортировки и сбыта товара. Также важно не допускать роста цен на социально значимые продукты питания и производить собственную аграрную продукцию. В этом направлении в Актюбинской области ведется масштабная работа, в чем глава государства смог убедиться лично в ходе недавнего визита в Актюбе. Аграрный сектор Создать эффективную продукцию требуется обеспечить жизни свежими огурцами и помидорами, в том числе в так называемый период межсезонья. И самое главное реализовывать продукцию под доступную для населения ценам. А чтобы выполнить такие задачи необходимо расширять сеть теплиц и применять самое современное оборудование. И теплица ТО «Гринхаус» Казахстан является ярким примером модернизации производства. В тепличном комплексе уже собрали первый урожай огурцов и продолжают совершенствовать имеющееся оборудование. В частности, при теплице имеется газопоршневая станция современного образца. Вырабатываемой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить электричеством даже небольшое село. Данная конверсионная установка мощностью 6 мегаватт. Вырабатывает мощностью 6 мегаватт электричества. То есть, проходит газ и через газ вырабатывается электричество. Данные установки произведены в Австрии. Полностью австрийской технологии. Данные установки впервые применены в Казахстане. Газопоршневые установки вырабатывают 6 мегаватт электричества. 6 мегаватт достаточно, даже в среднем брать это достаточно, чтобы обеспечить электричеством небольшое село, даже небольшой район города употребляемость. Данные конверсионные установки мы будем использовать для системы досвета. Теплицы в зимний период, в осенний период, в зимний период. Также мы можем данные электричества вырабатывать, отдавать в сети. Так что мы можем продавать. При использовании данных конверсионной установки, стоимость электричества у нас снижается где-то 2-2,5 раза. Мы сейчас прорабатываем непосредственно с местной энергетической компанией, касательно получения тех условий и так далее, чтобы мы могли отдавать в сеть. В принципе, это такой вопрос. У нас изначально мы предусматривали, чтобы в параллельном режиме она могла работать. На сегодня станцию мы сейчас пускай на ладку проходим. Сейчас австрийские шеф-монтажники должны приехать. В принципе, мы уже в осенний период будем запускать и будем использовать. Тепличный комплекс «Гринхаус» в Казахстане является собой настоящий пример для подражания в сфере применения инновационных технологий при выращивании овощей. Такие технологии не применяются ни в одной из теплиц, как в Ахтюбинской области, так и во всем Казахстане в целом. Теплица является пятого поколения, полозакрытого типа. Вот применена уникальная технология, ультраклимат. Вод в эксплуатации теплицы произошел в апреле 2017 года. Основная продукция 50%, более 50% уходит на экспорт, и остальная продукция на местный рынок, то есть дает возможность обеспечить. При поддержке Ахтюбинской области и города Ахтюбинской области в рамках дорожной карты бизнеса к нам была проведена инфраструктура при поддержке Ахтюбинской области. Голландские также проходят местные сотрудники обучения от этого Голландска и переменяют опыт использования, применения технологий и так далее. Полностью автоматизированная теплица, то есть высокотехнологическая автоматизированная теплица, то есть в Казахстане единственная теплица, которая здесь. Также благодаря системе ультраклимата создается оптимальный микроклимат, то есть нет вертикальных гарнистральных сетей перепадов температуры. То есть данный микроклимат обеспечивает хороший рост и, соответственно, высокопроизводительную продукцию. Полностью применяется биозащита, никаких химикатов полностью, все оборудование, все применяемое, все с Голландии. То есть чистая продукция, высокоэкологичная, чистая продукция. А площади комплекса позволяют не только обеспечивать продукции местные рынки, но и поставлять овощи в другие регионы страны и даже в Российскую Федерацию. Площадь теплицы 9,5 гектар. Мощность была заложена около 6,5 тысяч тонн в год, минимальная мощность. Также данная теплица приобретена в лизинг, оборудование поставлено через ООК «Агрофинанс», при поддержке господдержек, субсидирование процентной ставки. На сегодня, где мы сейчас находимся, то здесь площадь 3 гектара, и также сейчас мы производим рассаду на 5 гектаров. Итого, чистой полезной площади, 8,5 гектаров, и плюс еще рассадное отделение, тоже полный салат. Агурсы уже собрали, получается, первого урожая? Ну да, первого урожая собрали, сейчас будем полностью на автомат. Уже реализовано? Да, то есть реализовано. А где реализовано? Ну, в основном, как и ранее озвучил, 50%, более 50% входит на экспорт, и остальное участие на местный рынок. А как экспорт даете? Это все в России. То есть в России сибирские регионы. Стоимость каждый день меняется, то есть каждый день разный. Ну, вообще рыночная цена, то есть зимний период, конечно, одна цена, когда спрос больше летний период, а другая цена, спрос поменьше. То есть, ну, соответственно, от спроса зависит цена. Сегодня мы у нас с сетями работаем непосредственно. В России с сетями работаем. Мария Ра, там, вот, местные сети, вот, там, Вар, Дина. То есть, там нашу продукцию можете увидеть. То есть, высококачественная, экологически чистая продукция. По Казахстану у нас в Астану поставляем рак от экспорта, в Караганду, ну, то есть, в северном источнике. Ну, где возможность есть, там, мобилизуем. То есть, и местный рынок. В Теблице имеется собственная комната, где проращивают семена. К слову, введение Тебличного комплекса позволило обеспечить население местными овощами. Кроме того, то у Гринхаус Казахстана оказывается весомая государственная поддержка. В области на сегодня работают 15 теплиц. Из них 8 теплиц. Это наиболее крупные теплицы, вот, одна из которых сегодня является Гринхаус Казахстан. Получить данной теплиц составляет 8,5 гектара. Теперь, за счет средств местного бюджета, в этом году на поддержку тепличных хозяйств, как мы говорим, гектарные субсидирные, выделено 45 миллионов тенгей. Из них, значит, получается, на сегодня мы выплатили порядка 30 миллионов тенге. Оставшаяся сумма будет выплачена уже по второму культуру оборудованию. То есть, данная теплица, она работает по двум культуру оборудованию. Первый получается с января первого полугода и второго полугода. Кроме этого, мы в этом году существенно увеличили поддержку по субсидирую минеральных удобрений. Вот, к примеру, взять данную теплицу. В этой теплице мы будем субсидировать удобрения на 18 миллионов 700 тысяч тенге. Только удобрения за удобрения будем субсидировать. Порядка 27 миллионов тенге мы выплатили за гектарное субсидирование. И где-то к концу года мы ожидаем выплаты данному хозяйству около 800 миллионов тенге за инвестиционное субсидирование. С учетом ввода этой теплицы обеспеченность населения области в период межсезонья, это то есть, мы говорим, зимний период овощами, это помидоры и огурцы, в большей части, обеспеченность составляет 85%. Теперь на перспективу нашей тепличной хозяйстве, кроме других хозяйств, намерены расширить площади. Буквально через два года мы ожидаем, что население области будет обеспечен в период межсезонья полностью, в полном объеме, а также излишки будут отправляться на эти. Также глава государства ставит задачу стать так называемой хлебной корзиной по производству зерна на всем евразийском континенте. Сегодня важно переходить от сырьевого производства к выпуску качественной переработанной продукции. Только таким образом казахстанские аграрии смогут конкурировать на международных рынках. Активистские серхозтоваропроизводители активно поддерживают инициативы президента. Идется большая работа по увеличению производимой продукции. Ярким примером является то, что в текущем году валовый сбор зерновых активистскими аграриями превысил прошлогодние показатели. Завершена уборка зерновых, завершена уборка картофеля, бахчевых и овощей. Маслечную культуру мы начали только-только убирать. До 20 октября, если хорошая погода будет, до 20 октября будем завершать уборку маслечной культуры. Если сказать по зерновым культурам, у нас на сегодняшний день вложившие посеяния 389,9 тысяч гектаров. Полностью завершена уборка. На сегодняшний день урожай составляет 13 центров из гектара. Собрано 505 тысяч тонн зерна. По маслящим будем поделить тоже в конце октября. Кормовые культуры уже собираются. С прошлым годом динамика по всем показателям есть у нас. Например, вообще посевная площадь увеличена на 86 тысяч гектаров или на 14 процентов увеличена. И по всем показателям, по кулатофелям, по овощам, по всем видам есть у нас увеличение. По сравнению с прошлым годом. И по паловому сбору тоже есть. В прошлом году мы собрали зерна 440 тонн, в этом году уже 505 тонн. Но цифры уже еще вытесняются. Будем ожидать, что чуть-чуть будет увеличено. Кроме того, октябрьский сельхозтоваропроизводители проводят работу и по другим направлениям. В частности, с каждым годом увеличивается поголовье как крупного, так и мелкого рогатого скота. Такие меры позволяют не только обеспечивать мясом собственное население, но и экспортировать продукцию. По всем видам животных есть увеличение поголовья от 2% до 18%. Например, поголовье птиц у нас увеличится на 18%. И по продукции тоже есть увеличение от 2% до 5%. На сегодняшний день мы занимаемся в основном увеличением доли племенных животных. На сегодняшний день приобретено хозяйством области свыше 8600 племенного КРС, 4000 из них завезено из Российской Федерации. Раньше у нас доля племенного скота, крупного рогатого скота составляя 6,4%. Мы ожидаем, в конце года будет свыше 7%. Это будет около 30 тысяч голов племенных. И по отцеводству тоже есть увеличение поголовья и племенных, и большего поголовья. Например, у нас по отцеводству 12,3% сейчас доля племенного животного. Мы ожидаем, что будет около 13% и выше 13%. Потому что мы задали, знаю, в этом году планировали 7 тысяч поголовья покупать. На сегодняшний день около 3 тысяч покупали. Остальные будут до конца года покупать еще. По развитию сферы сельского хозяйства в области большую роль играют аграрии, работающие в глубинке. Задачи главы государства и кемобласти выполняются в районах. В частности, проводится работа по недопущению роста цены социально значимые продукты питания, налаживание переработки сырья и обеспечивание населения собственной продукции. Подписаны меморандумы с организациями розничной торговли по стабилизации цены на особо значимые продукты питания. В районном центре на сегодня, значит, есть у нас овощохранилище местностью 200 тонн. Значит, сейчас крестьянские хозяйства заготавливают продукцию и, соответственно, хранят его до зимы. Это современная овощная база. В целях увеличения объема производственной продукции в районе работают мини-цеха по выпуску кумыса, по выпуску шбата, пельмени, кондитерские цеха. Развиваются в Тимирском районе самые разные направления сферы сельского хозяйства. Помимо скотоводства, местные аграрии уделяют внимание растениеводству, несмотря на сложные климатические условия. Работают три производственных кооператива, 283 христианских хозяйства и три товарищества с ограниченной ответственностью. Значит, головая продукция сельского хозяйства на сегодня составила 7 миллиардов 758 миллионов тенге, что по сравнению с прошлым годом на 103,5% больше. Значит, за 8 месяцев этого года произведено мясо 5294 тонны, молока, значит, 19613 тонн, мясо, значит, увеличено на 107,1%, молока на 103,2%. Генда по сравнению с теми годами, значит, у нас есть рост на 103,6% коров крупного рогатого скота, потом баранов, значит, и коз на 104,4%, лошадей на 103,1% и верблюдов на 111,1%. В этом году, значит, мы сеяли 7800 гектар зерновых и кормовых культур, 282 гектара, значит, овощных культур. Средняя урожайность на сегодня, пока форму СХ-29 мы не сдали, но где-то около 10, на сегодня 10,5 центнера. Не менее масштабная работа проводится и в Уилском районе, где также сложные условия для ведения сельского хозяйства, в частности, растениеводства. Местные аграрии активно развивают орошаемое земледелие. Крестьянские хозяйства большое внимание уделяют растениеводству. В этом году подпассивные площади было отведено на 175 гектаров больше, чем в прошлом году. Получили хороший урожай ячменя. Но главной нашей сельскохозяйственной культурой, безусловно, является Проса. И в этом направлении активную работу проводит крестьянское хозяйство ЖАКОП. В районе сейчас используется 75% земель сельхозназначения. Привлекаем к занятию сельским хозяйством выходцев с нашего района. Помогаем с выделением земельных участков. Развиваем орошаемое земледелие. Общие площади поливных земель составляют 1540 гектаров. Согласно поручениям нашего президента и главы региона, будем увеличивать территорию орошаемых земель. Сейчас три крестьянские хозяйства занимаются проведением инфраструктуры. Земляки знаменитого просовода Шаганака-Берсиева применяют современные технологии выращивания проса и производства тары. Получение хорошего урожая способствует применению орошительных систем. В Урисском районе со времен Шаганака-Берсиева занимаются выращиванием проса. На своих площадях мы используем орошительные системы, которые намерены увеличивать. В планах строительства цеха по производству тары. Нам уже выделили земельный участок, теперь ждем подведения воды и газа. На тары у нас высокий спрос, покупая Жамбургская и Казалардинская областях. Также поставляем в Оренбургскую область России. Все поставленные президентом задачи должны быть реализованы в рамках новой государственной программы развития агропромышленного комплекса, рассчитанной на 2017-2021 годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова